Итак, друзья, у нас получается включение через день. Вчера, пока у нас все просыхало, вот этот прекрасный открас. Перешлифовал, короче, две стороны. Вот уже все готово по ним. Вот, здесь пока все вот это вот безобразие сохнет. Так, сегодня буду менять систему, вот эту всю подачу воздуха. Просто шланги срезаем, нахрен выкидываем, потому что с ним уже ничего не сделать. Все это промывание, это полный бред. Ну, может, не то, что выкидываем, но останется там где-то, может, подкачать колеса, что-то такое, подключить его. Так, значит, буду менять силикогель. Значит, эту связку, наверное, тоже обрежем, поменяем до прихода с полипропилена. Вот, вот здесь он у меня приходит. Так, разбираем подачу воздуха, эту всю. Впрочем, шланги Максимка тоже будем менять, да? Конечно, обязательно. И эти тоже? Полностью все, да? Все полностью. Так, ну вот, как он выглядит. Маслице, видно, шпарит здесь. Сейчас мы тоже снимем, все промоем. Они вот все в масле. Где-то, короче, упустили. Ну, и чуть-чуть поддавило. Ничего страшного. Шланг. Шланг купили, поехали. Вот такой взял шланг на пробу. Эко. Так, десятка у него внутренней, длина 15 метров. Попробуем. Не стал покупать такой, какой у меня был, резиновый. Ну, во-первых, просто закрыто то место, там, где я его покупал. А менять надо сегодня. Вот эта заводская опрессовка у него есть. Ну, вот эти пружинки. Не знаю, насколько они прям необходимы. Но проверим. Значит, сейчас поменяем шланг. Вот тут лежит, я принес силикогель. Наверное, маловато. Сейчас еще подойдет одна пачечка. Он такой, кстати, крупный. Я когда покупал, выбирал самую крупную градацию. Сейчас покажу. Чуть высыплю. Ну, вот такие они. А, да, где он? А вот, кстати, пахнет маслом, да? Вот он, весь желтый, короче, весь пропитанный. Но он уже просто отработал свое. Все отработал. Поэтому. Вот тут прямо видно на низу, там, где выходят такие сгустки масла. Сейчас это все вымоем хорошо, чтобы все чистенько было. Промыли все, все вот эти вот штучки, фильтры. Вот, хотел показать по поводу вот этого силикогелевого фильтра. Получается, у меня впаяно, сейчас видно, вот сеточка. Это на вход, вот написано, вход. А на выходе сделана такая трубка. В ней насверлены отверстия. Отсюда уже воздух уходит, проходя через всю колбу, получается, силикогелем. Выходит он вот сюда. Здесь идет на выход. И вот я одеваю, кто... Ну, я видел, там тряпочки одевают. Она быстро забивается и, соответственно, теряется в системе давления. Чтобы просто остатки вот порошковые такие, которые могут попасть в систему, не попадали туда. Вот делаю вот такая сетка бамперная. В два, там, в три, ну, в двух вполне достаточно. Ничего никуда не проходит. Вот, все так закрываю. И все. Сейчас, в принципе, ее туда вовнутрь. И все, и будем подключать. Ну, мы уже все скрутили, уже запустили компрессор. Набрал он тут. Сколько он тут набрал? Шесть атмосфер набрал. Странно, что нигде ничего не травит. Обычно надо что-то поджать. Сейчас посмотрим, десятку наберет, может, и надо будет. Короче, здесь сделали на конце такой быстросъем. Вот этот, эковский, то, что куплен был. Мы его здесь зажмем в хомут и будет подключаться к этому шлангу. По поводу шланга, короче, 15 метров сильно до хрена для гаража. Надо было десятку брать. Ну, как бы, про запас пускай будет. Потому что его реально много. Ну, смотаем тут самое начало где-нибудь, закрепим, чтобы лишний не таскать его по гаражу. А давай попробуем этот подключить. Макс, иди подключай, это мне неудобня. Посмотрим, хоть он не травит нигде. А то сейчас может травить. Нет, ладно, еще больше накачай. Ну, набрал его, да? Ну, все, его так вот зажмем. Как-то так, да? А эта, наверное, все равно не будет. Ее же надо будет нажимать. Можно прямо на нее зажимать. Все равно ее снимать никто не будет никогда. Ну, вот так. Ладно, сейчас включим, пускай он дальше набирает. О, кстати, стал он дубовый. А хотя еще давление мало. Он сейчас давление наберет. Посмотрим. Так-то он мягенький, прикольный шланг. Ну, нет, вот сейчас в нем 6 атмосфер. То есть он, ну, такой, не стал деревянный. Не скручивается. Не, хороший. Пока, как бы, ну, такое первое впечатление. Быстросъемчики. Ну, это родные. Посмотрим, конечно, сколько это все дело отходит. Вот это. Ладно, сейчас накачивает. Посмотрим по итогу. Ну, значит, воздух победили. Сейчас буду готовить крышу. Крышу буду готовить. Так по крыше у нас получается. На машиночке просто. 400-ый абразив. Ну, и пробегу с 500-кой, чтобы помельче риска была. 500-ка. Значит, сейчас все вытру. Пылючку эту лишнюю. Вот, обрабатываем крышу. В принципе, так, здесь протирщики, которые были, я их баллончиком закрыл сразу изначально. Соответственно, потом уже перед покраской мне ничего тут пылить не надо будет. Вот. Все, сейчас перетираю, обклеиваемся. И не перед покраской встретимся. Так, второй подход. Все готово. Все обклеено, обезжирено, обеспылено. Ну, и все, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 мусорочек сполируем хотел еще показать цвет цвет, короче, тоже цвет классный вот столько здесь всяких перликов, ксераликов но солнце, я думаю, вообще будет я думаю, клиент будет доволен доволен, доволен ладненько, все оставляем сохнуть и уже встретимся на следующей покраске спустя день подготовлены три элемента под нанесение герметика по внутряночкам здесь шов по длине но и на двух дверях полностью со всех трех сторон значит, на сегодня какой план действий сейчас ложу герметик везде, куда надо оставляем его сохнуть, пока герметик будет сохнуть значит, займусь полировочкой пополируем два задних крыла и крышу поубираем мусоринки полочку никаких изменений нету никуда не сел ничего, ничего не изменилось корсинка вот ну, полировочка такая лайтовая только по мусоринкам скажем так, да так, по герметику значит, Санька дал пистолет мне попользоваться Санек, тебе спасибо пистолетик вот такой провин ну, недорогой пистолет обычно ничего тут звезд с неба не хватает посмотрим, как работает скрутил я с иголы манометр на него поставлю чтобы давление отрегулировать по герметику значит, вот такой герметоз будет 3Мовский ну и, соответственно, что еще надо вот бабочка по полировочке все стандартно набор мой паст 815-я, 49-я и так как черный цвет 83-я вот ну, каждая, соответственно со своим кружком родным все сейчас обезжириваю будем наносить герметик пристреляю сначала к пистолетику в принципе, нанесу покажу, что получится положил герметик правда, положил только на две двери не хватило мне на крышку целой тубы не хватило а не хватило, почему? потому что вот вот тут он лежит вот тут он лежит вот здесь короче, пистолетик без тормозов хреначит он его ну, ладно как бы что хотеть пистолет дешевый вот ну, здесь положил да и ладно сейчас еще докуплю ну, вот такой шовчик получился мне нравится все это самое главное все нормально значит, на двух дверках тут со всех сторон проложено сейчас еще Максимка привезет после работы еще одну тубу здесь только останется положить вот как-то так все, сохнет пускай а я пойду полировать сейчас буду красить значит, доложил я здесь герметик на крышке так, если там видно вот так он выглядит уже чуть-чуть я понял как этот пистолет работает вот значит, все он подсох в принципе можно окрашивать сейчас баллончиком протирщики чуть-чуть под баллонем значит парктроники 8 штук 8 креплений парктроников это у нас молдинг с крышки ну и соответственно вот эти внутрянки машиночку закрыл по машинке завтра покажу так крылья приехали а приехали крылья с пескоструя да-да-да пескоструились они после того как загрунтовались именно внутрянки не стал сразу их снимать они стояли на месте жестко чтобы я поводил вот эти все формы но это я все показывал то, что было снаружи где была ржавчина я это все вычистил но была ржавая внутрянка вот, значит внутряночку от пескоструили попросил песочили все аккуратненько то есть нигде ни грунт ничего не повредили ну вот мое вот, но я в любом случае еще буду наружку перегрунтовывать но все равно не хотелось что где-то покоцали короче, вот было все от песочина чистенький металл был намазал как раз на ночь постоит брунакс вот завтра это все дело закрою эпоксидником перешлифую завтра крыльями под еще одно грунтование потому что ну не совсем мне как-то нравится грунт покажет посмотрим возможно еще надо будет пошпаклевать вот ну и все в принципе все уже обезжирено сейчас обеспылюсь и будем красить ничего тут показывать не буду в принципе ничего не интересного там по дверям переходы переходы даже прям в нагляк можно жесткий делать это место зоны перехода не видно вообще закрывается пластиками со всех сторон но как бы сделал этот кармашек от скотча скотча на творог кому будет интересно пишите в комментариях покажу как это делать можно очень просто без всяких валиков без там переходных лент ремовских которые стоят кучу денег отлично получаются переходы вот таким вариантом скотча вот ну и все все значит показываю уже готовый результат база лежит уже сейчас осталось опульчик собрать так палочку значит я буду вместо разбавителя использовать акселератор чтобы сократить сушку так сказать в 3 точно сейчас не помню врать не буду в 3-4 раза сократить сушку и по переходам вот такой 150 разбавитель для переходов сейчас закрываю лачком в полтора слоя единственная накладочка только в 2 закрою остальное все в полтора вот так выглядит на одной дверьке кстати выскочило пару кратеров на внутряночке вот тут на этой вот так в принципе все неплохо прошло буквально не знаю сколько 20 минут может 30 вот так работает акселератор в лаке то есть если я прям нажму пальцем ну останется след вот так вот то есть для какого-то там локального быстрого ремонта эта штука просто незаменимая и это не какая-то добавка которая льется там колпачками в лак это системная которая была заложена и льется взамен разбавителя и работает она как нам рассказывали на обучении совсем по-другому но мы в это вникать не будем как она работает главное что она работает а как и что это уже вопрос другой так ну все в принципе сейчас помою пока краскопульт пойдем отдыхать и продолжим с утра уже с наружкой дверей